Здравствуйте! Призыв главы Союза Орлы-Смертники Тигранакерт Арцах завершены работы 2020 года в крепости Харбер в Западной Армении. В ходе интервью с представителем Западной Армении в ООН Лидия Маркусян был обсужден ряд вопросов, которые в основном относятся к текущей ситуации. Арцахская война, военное положение и так далее. Госпожа Маркусян представила проблему незаконной оккупации Западной Армении и каково видение ООН в этом вопросе. Анализируя ситуацию в целом, в конце остановилась на предстоящих событиях. Вы можете посмотреть интервью на нашем официальном YouTube-канале. Президент Республики Арцаха Раика Рутюнян направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщает Армен Пресс, письмо опубликовано на странице президента Арцаха в Facebook. Президенту РФ господину Владимиру Владимировичу Путину. Многоуважаемый Владимир Владимирович, отношения между Арцахом и Россией имеют многовековую историю. Россия воспринимается в исторической памяти народа Арцаха как братская страна, которая в самых сложных ситуациях всегда протягивала руку помощи этой части армянского народа. Российско-арцахские связи достигли качественно нового уровня в период расцвета миликств княжеств Арцаха, о чем имеется множество документальных свидетельств. Более века с начала XIX до конца второй декады XX века Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался как Карабах, продолжительный период мира, созидания, репатриации, изгнанных сродных земель, соотечественников и экономического подъема. Особого развития достигла культурная жизнь. Так со второй половины XIX века административный и политический центр Арцаха. Город Шуши являлся одним из важнейших культурных и экономических центров всего за Кавказе. В тот же исторический период целая плеяда карабахских армян играла важную роль военно-политической и общественной жизни России. Особое место среди них занимают Велериан Мадатов, Иван Лазарев, Лазарь Серебряков, Михаил Лорис Меликов, Василий Бебутов и другие. Мы высоко ценим активные усилия России и ваш личный вклад, направленный на приостановление широкомасштабных военных действий и агрессии Азербайджана против Арцаха. Хочу также проинформировать вас, что в Республике Арцах и в среде всего армянского народа большой резонанс получили ваши выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и данные вами объективные оценки сложившейся ситуации. В своем выступлении вы подчеркнули следующее. Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территорий. Он начался с этнического противоборства. К сожалению, этот факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе, были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать. К сожалению, и по сей день Азербайджан продолжает проводить эту политику геноцида. Полная статья доступна на нашем сайте. Ночью обстановка в зоне Арцахско-Азербайджанского конфликта оставалась относительно стабильно напряженной. Из Армии обороны Арцаха редакции News.im сообщили, что на некоторых участках продолжались артиллерийские бои и перестрелки. Вечером в очередной раз, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, противник обстрелял мирные и населенные пункты, в том числе столицу Степанакерт. В настоящее время бои локального значения продолжаются на всех направлениях линий фронта. Подразделение Армии обороны успешно пресекает наступательные действия противника, сохраняя под контролем оперативно-тактическую обстановку. Спустя почти месяц после нападения турецко-азербайджанских объединенных сил и армии террористов, война для нас превратилась в отечественную. Подталкивает нас к разговору с самими собой, к примирению прошлого, к пониманию того, что мы собираемся делать здесь и на передовой. С нами борется не враг, а коллективная террористическая банда. Об этом на вчерашней пресс-конференции сообщил глава объединения «Орлы-смертники» генерал-майор Астват Сатур Петросян. «Мы воевали в 1990-1994 годах. Мы дали в армию лучших офицеров-героев. Мы не можем оставаться равнодушными. Наш батальон из ста смертников, вышедший на фронт, уже потерял пятерых. Турецкая армия присоединилась к Азербайджану всеми своими силами, начиная с начальника обороны, и они сражаются с общими войсками нашего генштаба Министерства обороны. Турция взяла на себя все руководство войной. Весь штаб армии террористов возглавляет турецкая армия, у которой есть полтора миллиона солдат. Есть три армии, расположенные на армянско-турецкой границе, вооруженные до зубов. Эта армия с зенитными частями в 10 раз больше танков и авиационных частей. Но наши военные смогли противостоять и нанести им значительный урон. По словам генерал-майора, армянская армия сейчас пополнилась вооружением. Я призываю весь армянский народ не только направить свои средства в фонд, но и опытных, наиболее специально подготовленных людей объединиться и принять участие в войне. Поэты, певцы, все в первых рядах добровольцы приехали сегодня из России, чтобы вести справедливую войну. Мы не умрем, мы будем жить, потому что Бог возложил на нас свою руку. Мы должны жить и бороться с террористическими группировками Турции. Изгнать и уничтожить Турцию раз и навсегда. Тигранакирт – исторический армянский город на юго-востоке Мартакиртского района Республики Арцах. Он занимает площадь около 50 гектаров. Это один из немногих бывших городов на Армянском Нагоре, названный в честь армянского царя Тиграна Великого. Хотя некоторые ученые, такие как Роберт Хусейн и Бабкена Рутюнян, утверждают, что этот Тигранакирт был основан отцом Тиграна Великого, Тиграном Первым. Материал полностью доступен на нашем сайте. Работы на 2020 год в исторической крепости Харберт в провинции Харберт в Западной Армении, которая была построена в 8 веке до н.э. во времена Урарского царства, закончены. Несмотря на коронавирус, археологические раскопки и реставрационные работы в крепости Харберт внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Велисе весь год. В результате 7 лет работы в крепости было найдено 110 тысяч старинных предметов, такие как оружие, керамика, стрелы, кухонная утварь, медицинские инструменты, каменные печати. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карну Еркерий Шарк. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!